Почти два года она живет в ожидании звонка и весточки от мужа. Зону специальной военной операции Люба проводила своего супруга осенью 2022 года. И с тех пор она и маленькая дочь Даша ждут его возвращения домой. Любовь с дочкой и еще почти 200 семей участников СВО собрались в прекрасном месте городского округа Химки, усадьбе Середняково. Здесь для них организовали большой летний пикник с насыщенной программой. Сегодня мы находимся в историческом месте. Это Лермонтовская усадьба, которая находится на территории городского округа Химки. По инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина здесь организовано мероприятие, называется «Пикник Победы». Мероприятие организовано для семей участников СВО и для самих ребят, которые находятся в отпусках. Среди гостей – участники специальной военной операции. Многим из них на линию боевого соприкосновения гуманитарную помощь привозили химкинские депутаты. Я вот некоторым людям говорю, а представьте, что мы все свои и все единомышленники. Для нас это приятно. А для меня вдвойне особо приятно встретить тех ребят, которые служили, когда еще в 22-м году я приезжал в Кременную. Артур многое видел за время СВО. Делится. Бойцы всегда рады любой гуманитарной помощи. Особенно ждут писем. Артур до сих пор их бережно хранит. Я помню, он сказал мне фразу «Смотри, живым возвращайся, на Химкинском кладбище мест нет». У меня три или четыре письма до сих пор дома лежат. Я носил здесь благодаря им и выжил. Потому что в окопах мы их читали, слезы наворачивались. Не забыли в этот день и о маленьких гостях. У них была возможность познакомиться с пожарной техникой и примерить на себя роль спасателя. Для юных химчан работали мастер-классы разных направлений. 3D-печать, викторина от лаборатории LabQuest, беседа с доктором клиники Dev Medical. Своим мастерством с детьми поделилась и художник, и полок Екатерина Борисова. Я не могу стоять в стороне вообще от чего-либо. И то, что происходит у нас сейчас в стране, мы как художники, мы должны по своей доброй воле и по велению души дать то, что мы можем. Я провожу мастер-классы для бойцов. И я знаю, что это очень важно. Арт-терапия, реабилитация через искусство. Яркие прически по мотивам российского триколора создавала художник-модельер Марина Горбачева. Для нее участие в таких добрых мероприятиях – неотъемлемая часть жизни. Я болею за нашу страну, Россию, и хочу быть в этот день вместе с нашими женщинами, семьями, детьми, которых мужья, сыновья участвуют там и поддержать так, как могу. А еще спортивные состязания и, конечно, сладкие угощения. Все это подарило массу положительных эмоций всем гостям встречи. Мне очень понравилась мокрая вечеринка. Мне тут нравится, что тут можно рисовать на 3D принтере, потом можно брать еду. В усадьбе Середнякова собрались целыми семьями. Ведь это отличная возможность провести время вместе. Настроение отлично, хорошо, что в такую жаркую погоду прям так удачно все сложилось, а то первый месяц лета нас не очень радовал погодой, а так прям хорошо, детям раздолье. Вот мы как раз пришли большой семьей. Здорово, очень классно. Почаще бы такие выезды, вообще отвлечься. Очень приятно, нравится. Особенно для детей. Хорошо, что устраивают такие интересные мероприятия для семей, для детей. Понравилось? Да все понравилось. Все отлично, хорошая погода, хорошее место, очень развлечения для детей. Очень здорово. Долгожданная часть праздничной программы – посещение конно-спортивного клуба Середнякова. Здесь каждый смог прокатиться на лошади или пони. В конюшне большое разнообразие пород. Вот этого красавца зовут Лучезарный или Лучик. Общение с таким замечательным другом, конечно, большое событие для всех участников мероприятия. И для взрослых, и для детей. У нас много различных лошадок, которые подходят под людей разного уровня. Как и для новичков, так и для опытных. У нас около 17 лошадей, а может и более. Точно не знаю, но у нас много разных видов лошадей. Пони, лошади разных пород. Например, шотландский пони, тяжеловоз советский. Для детей и взрослых провели экскурсию по конюшне. Рассказали и об истории конного дела в России. Чёрный свет лошадей. Как называется? Ой, кашля. Не говорили? Он называется вороным. А, вот. Вот. Ну, вот ещё и птичка у нас есть. На этом программа не закончилась. Все желающие отправились в удивительное место, которое напоминает кадры из ковбойского блокбастера. Пилигрим Порта – это настоящий киногород, в котором снимали множество фильмов и телесериалов. Прогулка по нему погружает в совершенно невероятную атмосферу. На территории киногородка 18 века расположены десятки исторических строений, среди которых площадь с эшафотом, губернаторский дворец, тюрьма и пиратский фрегат. Посещение Пилигрим Порта стало ярким финальным штрихом этого дня, который уж точно запомнится надолго.